25 ДТП с пострадавшими произошло в Сарове за 5 месяцев этого года. Для сравнения, в ковидном 2020-м, проведенном в самоизоляции, таких аварий было больше – 27. Кроме того, обошлось без погибших. Уменьшилось и количество раненых – 27 против 35. Снижение у нас по количеству дорожно-трассных происшествий с участием детей – это тоже отрадно. С 4 до 2. К сожалению, все-таки допустили мы одно дорожно-трассное происшествие с участием ребенка-велосипедиста. К сожалению, ребенок переезжал на велосипеде через пешеходный переход. И по его предполагаемой вине ДТП и произошло. За 5 месяцев в городе поймали 24 водителя, которые сели за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения. За это время произошло две аварии с участием пьяных автомобилистов. Один из них – так называемый «повторник», то есть в отношении него уже ранее возбуждали дело за езду в нетрезвом состоянии. И в этом году он вновь стал фигурантом сводок ГИБДД. Водитель автомашины «Газель» 9 мая вечером, продвигаясь по улице Зернова на перекрестке с улицы Арзамаская, при повороте налево не предоставил преимущества движения транспортного средства «Фольксваген Пассад», которое двигалось ему навстречу в прямом управлении. Совершилось с ним столкновение, в результате которого ребенок, к сожалению, пострадал. Пассажир автомашины «Фольксваген Пассад». Александр Косенков отметил, что из года в год растет количество тех, кто передвигается по городу на электросамокатах, гироскутерах и так далее. Соответственно, увеличивается и число аварий с их участием. Начальник ГИБДД напомнил, что все эти категории участников дорожного движения относятся к пешеходам, и правила для них действуют соответствующие. Передвигаться нужно по тротуарам, а переходить дорогу по пешеходному переходу, предварительно спешившись. Полную запись интервью с Александром Косенковым можно посмотреть в рубрике «Без комментариев» на Саров-24 на нашем канале в Ютубе. Продолжение следует...